Месть Месть — это вредящее действие, произведенное из побуждения покарать за реальную или мнимую, то есть ошибочную, несправедливость, причиненную ранее. То есть несправедливость уже произошла, уже вас каким-то образом поранили, а месть происходит уже, когда все успокоилось, когда человек, который поранил, и не живет в тех событиях. Чувство мести возникает по разным причинам, начиная от серьезных, ну вот можно считать серьезными причинами, такие как предательство, моральное или физическое унижение, любовный треугольник, и заканчивая парадоксальными такими смешными, смешными в кавычках, конечно же, вещами, такие как наступили на ногу, случайно толкнули, не так посмотрели. И создается впечатление, что человек как бы выжидал, вот когда обстоятельства служат спусковым крючком. Вот я тоже на это хочу обратить внимание. Ожидание, то есть на самом деле я хочу вам предложить вот такой вариант, что месть — это возможность после какой-то мелочи или не мелочи реализовать давно затаенные желания. Чувство злости и чувство, конечно, обиды. Обиды, которая просто является уничтожающим состоянием, если она хроническая. Есть еще и детская месть. Очень часто дети наносят нам психологические или там, ну, действительно там физические или какие-то материальные травмы, там, не знаю, разбили любимую тарелку, поцарапали вашему ухажеру гвоздем машину. Ну, вот, хочу вам напомнить, что не всегда ребенок вообще в принципе может заявить о своих чувствах. У него может быть огромное чувство ревности, страха, одиночества. Страха одиночества. Чему чувство мести возникает как спусковой крючок? Возможно, потому что уже у вас были, обратите внимание, те, кто собирается мстить. Как давно вы уже терпите? Как давно вы уже ненавидите человека, с которым находитесь рядом? Потому что ведь, когда он не совершил еще проступок, вы не можете его наказать. Потому что вы не можете, скорее всего, заявить о своих переживаниях. А вы хотите оставаться, вот как говорят в народе, белыми и пушистыми. Но находитесь как бы в засаде. Потому что происходит накопление. Накопление негатива. Прежде всего, я считаю, месть состоит из таких больших двух составляющих. Это обида и ненависть. И вот эти два провода мести, когда в них попадает энергия, они пересекаются. И они дают вот этот страшный, разрушительный, радиационный фон мести. Он радиационный на вас. Он вас разрушает изнутри. Главная ошибка желающих отомстить, используя запрещенные методы и пустоту, естественно, внутри. Она не дает возможности хорошо выглядеть. И поэтому необходимо прятаться за чем-то, в кавычках, плохим поступком. Что же делать и как себя вести в состоянии того, что вы хотите отомстить? У вас есть чувство мести в личной жизни. Первое. Жить полной жизнью. А важно выйти из вот этой скорлупы своей. Из созданного собою такого вот зоны комфорта. Из такого забора высокого, который вы себя окружили, из-за которого вы вылезти не можете. Идти к настроению. Идти к веселью. Идти к людям. То есть если не можете идти к людям, идти к новой жизни, знакомиться с новыми ребятами, знакомиться с новой девушкой. Если вас обманули, предали, ушли от вас, ревнуете вы, не складывается отношение вперед к психологу. Вы решите свой вопрос. Второе. Следите обязательно за собой. Во время того, как вы оказываетесь вот в такой глубокой обиде, в желании мести, и вас ничего не интересует, Многие бросают вообще следить за своим внешним видом, манерой поведения, речью. Наоборот, все нужно делать очень внимательно. Стараться выглядеть красивее, интереснее, привлекательнее. Займитесь третьей карьерой. Даже если вы уже работали. Идите дальше. Учитесь. Занимайтесь самообразованием. Будете зарабатывать деньги. Будет намного счастливее. Следующая реакция на девушек и парней. С которыми, допустим, ушел ваш возлюбленный или ваша возлюбленная, или муж и жена. Ни в коем случае не надо рассказывать, какие они плохие. Это выглядит смешно, и вы выглядите несчастными. Не надо. Наоборот, будет очень интересно, что если вы найдете в себе силы, и скажете, ну, прям в глаза, то есть, действительно, ну, я тебя поздравляю, хорошая там, молодец, классная девчонка, желаю тебе счастья. Ну, тут главное не переборщить, тоже мы это понимаем. И это будет бомба. Парень задумается. О-о-о. То есть, она-то покруче. Нету сил. Еще раз говорю. Слышу каждый раз это на консультациях. Вперед к психологу, силы будут. Найдутся ресурсы. Разговоры, общение, контакты. Потому что все равно с тем человеком, которому вы хотите отомстить, но не могут, редко обрываются контакты, обязательно стоит на них реагировать. Не молниеносно, не надо спешить. Но хоть как-то отреагировать надо. Не надо прятаться, потому что вы занимаетесь роль жертвы. Становитесь несчастной. Не надо становиться несчастным. И это не вызывает любви, это вызывает только жалость. И не надо говорить по полчаса, вот такой, знаете, кислородной подушкой или подушкой для соплей, жилеткой для соплей бывших, да? Вот вспоминать, друг друга утешать. Это тоже ни к чему не приведет. Три, четыре, пять фраз, пять, семь минут и попрощались. Так вот, в основе любой мести лежит обида и ненависть. И я вам рекомендую задать себе вопрос, как справиться с ней. Посмотрите на себя без вот этих иллюзий. Кто вы? Что вы хотите от жизни? От жизни, а не от мести. И жизнь — это точно как эхо. Вот то, что посеешь, то пожнешь. И пустота, если внутри пустота и злоба, она породит новую пустоту и новую злобу. Наполнить себя счастьем можете только вы, но не в мести, месть я имею в виду, не в этой разрушающем событии, разрушающей эмоции, а только в создании себя.